Привет, друзья! Снова Александр Кушнарь в эфире Ньюс Эйдер. Российское руководство снова оскандалилось. На этот раз в Курильском вопросе. Российские власти решили совершить очередной провокационный визит на территорию Курил. Курил, который Россия вслед за Советским Союзом оккупирует. Советский Союз во времена Второй мировой отхватил у Японии четыре острова, отдавать не хотел. Токио требует эти острова обратно и говорит, что пока Россия не вернет эти четыре острова под японскую юрисдикцию, мирного договора между Россией и Японией не будет. То есть фактически две стороны находятся сейчас в формальном состоянии войны. Пусть не активные, не горячие, но по крайней мере на формальном уровне это так. Между сторонами идет военный конфликт. А все потому, что российская сторона не хочет отдавать оккупированные ею Курилы японской стороне. Зачем России нужны Курилы? На самом деле мы прекрасно понимаем. Явно не для того, чтобы действительно улучшать там жизнь людей. На одном из четырех островов люди вообще не живут. На остальных трех мы прекрасно знаем, как они живут. Все мы видели те иллюстрации из этих мест. И конечно мы прекрасно понимаем, что это даже хуже, чем среднестатистическая российская провинция. Эти четыре острова в общем находятся в чудовищно заброшенном состоянии. И несмотря на это Россия годами пытается морозить собственно Японию, пытается годами совершать туда провокационные визиты, несмотря на то, что японская сторона постоянно протестует. И совершали туда визиты и продолжают совершать высокопоставленные российские руководители. Именно для того, чтобы подразнить японцев. Это вот так российская сторона представляет себе способ ведения диалога с Токио. И для Японии этот вопрос на самом деле такой же, как и для Украины, по большому счету. Территорию которой Россия точно так же оккупирует. Как известно, там территория значительно больше и насыщенней во всех смыслах, в том числе в экономическом. Донбасс и целый крыл. Но фактически, да, пусть это и немножечко иначе выглядит, но формально то же самое. И там и там Россия оккупант. И там и там, естественно, Россия утверждает, что она не должна возвращать соответственно вот эти оккупируемые ею территории реальным владельцам. И там и там Россия нарушает международное право. В этом смысле ничего нового нет. Так вот, на этот раз скандал возник из-за того, что совершается вот очередной как раз таки визит очередного высокопоставленного лица премьер-министра Михаила Мишустина на Курильскую территорию. Японская сторона сразу сказала заранее, что будет протестовать. А Владимир Путин на это заявил. Заявил у Мишустина, но по сути обращался, конечно, к японцам. Говорит он Мишустину, что, мол, у нас есть предложения, которые касаются вовлечения Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Говорю это специально, подчеркивает Путин, для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности. Надеюсь, что после вашей, то есть вашей Мишустина, поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и обязательно их реализуем, сказал Путин. То есть Путин официально, можно сказать, обратился к Токио, заявляя, что он хочет Японию вовлечь в успешную экономическую деятельность, которая разворачивается сейчас на Курилах. А если говорить конкретно, то там похоже, ну, по крайней мере, на формальном уровне российские власти предлагают сделать какой-то облегченный налоговый режим. И, по всей видимости, вот этот облегченный налоговый режим, это часть пакета предложений для японской стороны. То есть Путин действительно на полном серьезе полагал, полагает и продолжит полагать, что Японию можно купить вот на эти вот предложения облегченного налогового режима. Японская сторона не отреагировала на это предложение Путина никак. Японская сторона всего лишь выразила протест. Она вызвала российского посла и, соответственно, вручила ему ноту протеста. Вот то, что происходит, показывает, насколько Москва не понимает, в каком мире она живет. Российское руководство просто не понимает, по каким правилам живет современное международное сообщество. Оно живет не по правилам, согласно 19 столетия, когда можно было купить и продать людей, купить и продать совесть в политическом и геополитическом ее измерении. Когда можно было торговать гигантскими территориями с населением, воспринимавшимся обеими странами как холопов и рабов. Ну и, в общем, можно было фактически торговать этими самыми рабами. Ведь я напомню, что фактически рабовладение было отменено сравнительно недавно. В мире рабовладение было отменено буквально по-настоящему несколько десятилетий назад. Ну, может быть, 50-70 лет назад. То есть это, в общем, сравнительно недавнее достижение человечества. И вот сейчас Владимир Путин, по сути, предлагает японцам торгануть, опять же, людьми. То есть российская сторона говорит японской, что, вы знаете, вот у нас есть тут территории, они, конечно, на самом деле наши, потому что мы так захотели, мы реализуем свое право сильного, мы их захватили, мы будем на этом настаивать. И вот там у нас есть холопы. Мы вам эти территории не отдадим, потому что мы их захватили, у нас там стоит наш солдатский сапог. Ну, знаете, мы вот можем вам предложить, поюзать вот этих вот людишек, поюзать вот этих холопов, рабов и там прочие, можно сказать, да, ресурс человеческий. Вы сможете на этом неплохо заработать, предлагает Владимир Путин на японской стороне. То есть Владимир Путин считает, что весь окружающий мир, в том числе японское руководство, видит мир так же, как Владимир Путин. То есть, что принципы, ценности, в конце концов, юридические нормы можно купить за деньги. То есть Путин предлагает, условно говоря, определенный экономический потенциал, определенный экономический барыш в японской стороне, взамен на то, чтобы она отказалась от территориальных претензий, то есть в обмен на то, чтобы Япония отказалась от международного права и вот своего личного права, законного права Японии обладать этими четырьмя островами. Мы прекрасно понимаем, что окажись эти четыре острова под юрисдикцией Японии, жизнь там экономическая, культурная, во всех смыслах бы изменилась буквально за год. Мы все знаем, как живет среднестатистический японец и как живет среднестатистический русский вот на этих самых курильских территориях. Мы также все знаем эти картинки, вот этот резкий контраст между тем, что происходит по российскую сторону на границе с Финляндией и по финскую. Вот что происходит на тех территориях, которые когда-то захватил Советский Союз у финнов, которые вынуждены были просто отдать 10 процентов своей территории сталинскому режиму, преемником которого стал Путинский. И что происходит на остальной финской территории? В Финляндии средняя зарплата 4000 евро и выглядит финская территория соответственно. Ну а что происходит на российской территории, буквально вот в нескольких километрах, опять же, само за себя говорит. Это страшная нищета, разруха. И вот ровно то же самое происходит в связи с курилами. Так вот Путин не может понять, что ценности не продаются. Во всяком случае в основном в мире все-таки стараются соблюдать эти юридические нормы. И когда вот так впрямую вы предлагаете торгануть своими ценностями и по сути собственным народом и интересами будущих поколений, то реакция на это в цивилизованном мире может быть только такая, которую мы сейчас увидели с японской стороны. И это показывает, что у Владимира Путина на самом деле действительно нет не только понимания того, как живет современный мир, но у Владимира Путина нет и будущего. Будущее есть только у тех, кто живет в современном мире вот в этой нормальной международной реальности, в которой Крым это Украина, в которой Курилские острова это Япония, в которой оккупированный Россией, кстати говоря, Кёнигсберг является немецким. Просто сейчас немцы не предъявляют претензий, но Кёнигсберг это ведь тоже на самом деле оккупированный Россией территория. И в таком мире у Владимира Путина его реальность ограничена его собственным биологическим сроком, возрастом. Мы прекрасно понимаем, что как только Владимира Путина не станет, то все вот эти территориальные вопросы, которые он силой решил, они все вновь встанут. Вопрос украинский встанет точно. Крым, конечно же, во всяком случае, будут пытаться вернуть состав Украины. Другое дело, что там скажет следующий руководитель России, еще посмотрим, но, во всяком случае, этот вопрос будет активно решаться. То же самое будет с курильскими вопросами, то же самое будет с Кёнигсберг, ну, возможно, когда-нибудь. Ну и, в конце концов, у России есть и собственные территории, которые хотели бы, наверное, выйти однажды из ее состава и удерживаться сейчас, опять же, исключительно силой. Силой, которую Путин использует для удержания территорий. И любых, и курильской, и крымской, и, скажем, грузинских территорий. Я напомню, что и 20 процентов Грузии российские войска оккупируют. Вот во всех этих случаях, если нога с российского солдата встала на территории той или иной, то она оттуда уже никогда не уйдет до тех пор, пока, во всяком случае, режим сам не сгниет в экономическом и политическом смыслах. И вот этого только остается ждать. И я напомню, что японская сторона ведь давно хотела решить вопрос с Россией. Она давно ведет переговоры. И мы видим, что безрезультатно. Потому что японская сторона ведет, опять же, цивилизованный диалог. Японская сторона полагает, что Владимир Путин цивилизованный игрок. Но вот сейчас, после того, как их переговоры многомесячные, даже, я бы сказал, многолетние, потерпели крах, японская сторона имела возможность убедиться вне договороспособности Путина. Это нам кажется, что, ну как же столько убеждаться, уже давно все понятно. Ну вот не всем все понятно. И до некоторых доходит чуть дольше, чем до иных. И тем не менее, мы можем поаплодировать японскому правительству, что наконец-то, кажется, начинает терять иллюзии в отношении Путина. Конечно, Япония давно присоединилась к санкциям против России. Ну вот так, чтобы открыто враждовать с Россией, до этого вроде бы до недавнего времени не доходило. Ну а тут смотришь, и японское правительство начинает расследовать хакерские атаки со стороны России. И вот мы видим, как реальные изменения начинаются в японском политическом истеблишменте по поводу Владимира Путина, по поводу его режима, по поводу того, как вообще относиться к России. И все это, опять же, все связано непосредственно с курильским вопросом. Вопросом, который для Японии сейчас уже является просто-напросто индикатором того, чем на самом деле является российский режим. Российский режим является угрозой. Теперь это понятно уже и господам в Токио. И это хороший признак, что вот эти игры, вот эти вот хитрые, как Владимир Путин говорит, сюрпризы, которыми он собирается заинтриговывать, что они никого уже не интригуют, потому что и японцам понятно, что Владимир Путин это, в общем-то, захватчик. И дальше, я думаю, следующим шагом будет признание того, что Владимир Путин это просто-напросто международный преступник. И мы однажды это услышим от японской стороны. Тем более, что у японской стороны, еще раз говорю, есть сейчас прекрасный повод лично убедиться в этом. И то, что Владимиру Путину не удается продавить свою позицию по Курилам, то, что японская сторона не ведется на попытке Путина торговать территориями и людьми, и принципами, это, еще раз говорю, прекрасный сигнал тому, что Япония твердо стоит в рамках евроатлантической цивилизации, которая сейчас ведет войну с Путиным. Какие бы проблемы не вставали на пути этой борьбы, конечно, мы все понимаем, что иногда, к сожалению, некоторые лидеры, такие как немецкие, например, отклоняются от этой дорожки и держатся зубами за Северный поток-2 и за прочие барыши, которые получают немецкие политики от России. Но, тем не менее, пусть не очень быстро, пусть с проблемами, пусть со скандалами, но евроатлантическая цивилизация от Вашингтона до Токио все-таки последовательно идет в сторону разрешения российского вопроса. А это разрешение заключается в том, чтобы полностью изолировать Россию, чтобы у России не было возможности даже пытаться обойти санкции, обойти изоляцию. Вот раньше Россия пыталась это сделать через Японию в частности. И даже какое-то время казалось, что у него может получиться, потому что премьер Японии, конечно, очень заинтересован в том, чтобы решить вопрос России по Курильским островам взамен. Он, может быть, и готов был бы на какие-то небольшие уступки в адрес Москвы пойти. Но Москва сама не оставила шанса, потому что она не захотела вернуть оккупированные ею территории Японии. И здесь, конечно, на самом деле нет ничего удивительного, ведь для российского режима не годами даже, а десятилетиями единственный способ по-настоящему утверждаться на международной арене было захватывать территории. Это, собственно, все, чем живет российский режим. Это то, как он может себя проявить. Больше ничего он этому миру не может дать, кроме захватов территорий и затем через разворачивание бесконечных споров по поводу этих территорий. Потому что способ, во-первых, разжиться экономически, если получится. Хотя мы видим, что все территории, которые Россия оккупирует, превращаются просто в абсолютно разрушенные зоны. И самое главное, что это способ добиться того, чтобы с российским руководством вели хоть какие-то разговоры, вели хоть какой-то диалог. Мы понимаем, что вот эта очередная затея Путина по поводу налогового режима в Курилах, она провалится во всех смыслах. Там не будет жизни, потому что на камне трава не растет, а уж тем более цветы. И мы прекрасно понимаем, что Курилы как были в запущенном состоянии, так и мы не продолжат там находиться. А люди как бедствовали там, так они и продолжат бедствовать. Ну а Япония, как я уже говорил, продолжит убеждаться вне договора спасенности российского режима. И это будет дополнительно подпитывать решимость Японии в том, чтобы проводить антикремлевскую политику. Дорогие друзья, спасибо, что вы остаетесь с нами на связи. Подписывайтесь на Ньюсейдер. При желании можете поддержать нас через платформу Patreon и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. С вами был Александр Кушнарь. До скорых встреч.